Звонки в Центр защиты прав потребителей и гневные посты в социальных сетях. Именно этим закончилось цирковое представление в арене Рига 26 декабря. Люди шли на знаменитый московский цирк имени Юрия Никулина на Цветном бульваре, а оказались непонятно где. Ксения Колесникова разбиралась в видах клоунов. В октябре в Ригу должен был приехать московский цирк Юрия Никулина. Мероприятие было широко разрекламировано. Все-таки бренд. Впрочем, в октябре представление перенесли на декабрь. А потом оказалось, что вместо гастролей цирка Никулина состоится большая рождественская елочка с московским цирком. Я купила билеты в августе. С августа, собственно, ребенок ждал праздника. Нет, я ждала другого уровня. По крайней мере, то, что я видела на видео цирка Никулина, выглядит по-другому. То, что мы в итоге получили в арене Рига, выглядело гораздо скромнее. Билеты на представление были недешевые. Взрослые 50 евро, детские 18. По рассказам зрителей, им было сложно рассмотреть, что происходит на сцене. И было такое чувство, что шоу не рассчитано на такой большой зал. Некоторые из них заподозрили, что перед ними выступал вовсе не цирк Никулина. Другие зрители звонили в Центр по защите прав потребителей с жалобами на организаторов. Организатором оказалась фирма Геродотс. Ее представитель, который, впрочем, отказался представиться, объяснил нам по телефону. Зрители видели номера цирка Никулина просто под другим названием. У нас должен был цирк Никулина приехать, и эти номера. Вот эти номера в основной своей массе приехали. Но бренда цирка Никулина, поскольку действительно он стоит денег, это зарегистрировано, это законно абсолютно, они имеют на это право. Мы не ставили, естественно, поскольку это стоит денег. Все. Поэтому, если вы ждали бренда, его не было, то это вопрос только финансов. Но в остальном программа, то, что мы обещали, и с животными, все приехало. Однако на сайте самого цирка Юрия Никулина еще в октябре опубликовали опровержение. Цирк на гастроли в Ригу не поедет. Действительно, у нас велись переговоры с агентом из Риги, который предлагал нам работать на арене Рига. Повесили даже там афишу нашего цирка, что мы там будем выступать перед Новым годом. Потом у нас, так скажем, не сложились отношения, и мы эти гастроли не по своей вине отменили. Наш партнер нас подставил, и мы были вынуждены отказаться от этих гастролей. Никулин-младший отметил, что не исключено, что в Риге могли выступать артисты московского цирка Никулина. Цирк часто выступает в роли агента для артистов, и они работают по всему миру. Однако подтвердить или опровергнуть, действительно ли в Риге были показаны номера цирка Никулина, он не смог. В Центре защиты прав потребителей говорят, что в таких случаях можно обращаться к организатору и просить компенсацию. Если с организатором мероприятия не получилось договориться, то следует писать жалобу, и Центр защиты прав потребителей расследует ситуацию.